Кому бы и как не нравился Карл Сторун и предприятие Чумах, но на сегодняшний день то, что это предприятие есть первым в городе Каховка, это факт. И не только в Каховке, а в Херсонской области. Оно занимает одно из первых мест. Это предприятие и другие предприятия, где Карл Сторун, вам не упомянутый, является либо учредителем, либо кем-то еще по платежам в бюджет, по налогам, по количеству сотрудников и так далее. Ну, те все показатели, скажем, социально-экономического развития области, эти предприятия, в которых как-то Карл себя позиционирует, занимают одни из первых мест. Естественно, как любой депутат, любой мэр, как он может не вести каких-то дискуссий и не сотрудничать с руководителями, собственниками крупных предприятий. Почему так вцепились в Карла? Ну, мне непонятно. У нас есть еще ряд крупных предприятий, крупных бизнесменов, и со всеми есть какая-то дискуссия, какой-то диалог. Ну, вот, как бы наши оппоненты Диченко, там, тот же народный депутат Хлань, там, и все его помощники, там, Салтыков, Ерофеев, активные политические деятели, в кавычках, вот у них, у них эта фишка, там, десять лет, сколько они баллотируются, они там критикуют Карасевича, критикуют Карла, то есть, ну, я не против. На меня лично он влияние не оказывает никакого, и можно, там, отследить мои публикации в прессе, вот, еще, там, буквально, там, год назад, полтора года назад, когда были какие-то вопросы, в которых я был не согласен с той деятельностью, которая, скажем, осуществлялась Карлом Сторином, там, либо какие-то позиции предприятия Чумак, я активно выступал с критикой в интернете, в местной прессе, то есть, и у нас были какие-то, скажем, ну, там, конфликтные ситуации с Карлом Сторином, где-то какие-то напряженные дискуссии, то есть, если таких моментов нету, и я не считаю, что он поступает как-то неправильно по отношению к Каховке, либо, там, к ее жителям, то я, как бы, его не критикую и поступаю конструктивно, потому что, ну, это крупное предприятие, крупный бизнес, и с ним надо городу, в первую очередь, мэру налаживать отношения, а потом уже депутатам. Почему это не делает мэр, ну, мне странно. Во всех городах, во всех областях, во всей Украине, ну, так устроено. Всегда крупный бизнес должен иметь какую-то дискуссию с местной властью, потому что от него можно извлечь пользу для города. Ну, у нашего мэра какая-то другая позиция. Они такую необычайную способность проявили, там, буквально в течение месяца разругаться и создать конфликт со всем крупным бизнесом в городе Каховка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова